И сегодня я буду играть на сервере RIMOS Roleplay Live. Игру было очень тяжело настроить, но спасибо Танюше. У нее было время, и она смогла настроить эту игру. Так, я уже зашел, надеюсь, сейчас подхватится экран. Хорошо. Запускаем TeamSpeak. Хотя вот... А, угу. Римчанский идет? Да, идет, к сожалению. Всем привет, ребят. А не видно тебя? Не видно? Да, а сейчас видно. А, ясно. Блин, что ж оно такое все сложное? Вот, кстати, у меня получилось один раз зайти, но без плагина. Я пыталась тебе это сказать по телефону, пока слезь не прервалась. Ну вот теперь все должно работать. Как там свинки, кстати? Со свинками все в порядке. Они сейчас чилят на диванчике. Сытые, довольные. Все, давайте спокойствие, только спокойствие. Имей в виду, там тебя могут обматерить. Да, кстати, я не предупредил, что здесь могут... Может встречаться незазурная лексика. Так что на меня никаких... В мою сторону никаких претензий, пожалуйста. Тут вроде как не матерят, но... Ну, вообще, в принципе, все... По крайней мере, те, кого я встречал, френдли. Но бывает... Бывают словечки. О, кстати, это какой-то чувак, который голосует за Никиту Андреевича. Так, пойдем к Тойоти Камри. Ну, армия, что ты хочешь, там без мата никак. Ну, можно, наверное, если очень постараться. Но здесь не армия. Инг, я... Я не знаю, но... Ты, наверное, рассчитывал, что будут посюда танки ездить. И будет войнушка. Но... Боюсь, что этого не будет. Прямо вот сейчас. И... В принципе... Блин, не туда пошел. В принципе... Здесь... Это не самое главное, так скажем. Арма... Есть арма, но... Арма больше... По большей части все-таки... В данный момент... Больше по ролевой игре. Здрасте. Здравствуй. Ролевой ты наш. А что, меня слышно, да? Да нет, я просто край в уху слышал. Не специально как бы. Я только последние эти... Ну, слышал фразы. Ролевая игра. Поэтому я смеялся. А, я понял. А у меня что? Активируется микрофон без кнопочки? Нет, нет, нет. Просто издалека можно иногда услышать. А, вот как. Хорошо. Да, да, да. Кстати, я тут купил Toyota Camry, но не могу в нее сесть. Почему? Наверное, обучение не прошло. А где обучение проходит? Кнопку insert на клавиатуру найдите. Кнопку insert на клавиатуре найдите. Окей, спасибо. Да, нажмите. Вот так вот. Insert. Ищем insert. Новичку. Управление. Привет-привет, Данил. Лавик. Да, правильно? Лавик. Добро пожаловать на стримчик. Так, так, так. Выживание, бизнес, заработок, фракции. Гражданские управления. Новичку. Блин, что-то не вижу. А, вот оно что. Карта. Планшет. Банкомат. Закуп. Всегда на связи. Орудие труда. Первая машина. Найдите авторынок. Откройте его. Купите автомобиль. Вознаграждение 50 долларов. Ага. Первая работа. Resident Games. Здорово. Добро пожаловать на стримчик. Спасибо, что зашел. Так, подожди. Начать. Карта. Слушай, ну вот чувак сказал мне зайти в обучение. Ну, там не про авто, а про карту. Не-не-не. Тебе надо пройти обучение только после этого. Скорее всего тебе... То есть ты садишься, ты оттуда вылетаешь, да? Но выходишь. Да. Как у тебя происходит? Да, да. Тебе надо пройти обучение только после этого ты уже будешь садить на машину и там ездишь. Ага. Меня слышно? Алло. Наконец-то. Блин. Ой, чуваки, все слышали? Я... У меня, оказывается, активируются все не по кнопочке. Блин, я ходил... Много наговорил. Много наговорил. Да? Блин, как-то неудобно даже. Можно смело называть стримчик стримчик... Как? Неудачный вход в игру. Мягко говоря, да? Это 24 на 7. Прикольная арма, да? Ой. Наконец-то я настроил TeamSpeak по кнопочке. А, так он у вас был на... Я понял. Да. Я не особо заметил даже, что это... Да это такие танцы с бубном. Ну, хотя я просто первый раз. Угу. Так. Ну что, пойдем в обучение. Ну, что поделать без этого никак. Я, правда, прослушал, что он там говорил. Это все из-за меня. Да? Радуйся, Инг. Мучаюсь ради тебя. Если бы не ты, не пошел бы в арму. Хотя роли плани на самом деле интересна. Ну, вот при всех, конечно, танцах с бубном это действительно интересно. Другое дело просто тут разбираться, изучать и все такое. Так. Управление, обучение. Ну, вообще, видите, какие вежливые ребята? Даже на вы некоторые обращаются. Некоторые даже не употребляют матерную речь. Вот. Учитесь. А то зайдешь в какую-нибудь, не знаю, там, GTA-шку, сразу убивают, сразу что-то там говорят тебе. Ну, если это какой-нибудь ноунейм. вот вчера мы зашли с мистером Бартон, начали проходить задания. Нет, ну, на задрес какой-то иностранец начал убивать, дуэли назначать и все прочее. И что-то еще там писал. Ну, да, вот так вот бывает. Так, открыть карту. Рассчитать маршрут. На карте отображены все локации, магазины, добычи, так далее, так далее. Продолжить. Фильтры. Фильтры. Есть. Продолжить. Потом есть у нас поиск. Поиск не могу найти. Карта огромная, глаза порой теряются, даже используя фильтр. Поэтому существует поиск, в него достаточно ввести часть названия нужной вам локации. Окей. И описание локации. Чтобы узнать подробнее о локации, достаточно навести курсором мыши и узнать. Продолжить. Отлично. Дали вознаграждение в 50 долларов. Топ-5 ошибок от Евгения Лайф Плей Стрим по Арма 3. Точно, точно. Так, Планшет. Открываем планшет. Интересная, кстати, штука. Здесь можно даже жаловаться на игроков в полицию. Я, кстати, хотел вчера пожаловаться на одного из таких игроков, который сбил знак. Прям вот передо мной сбил знак и я такой надо накатать жалобу. А не получилось, потому что потому что у меня телефончика нету. Да, я не знаю, где покупать телефон. Я разобрался, где одежду, лекарства, продукты покупать, лицензии покупать, машины где покупать. А вот с остальным я не понял. Так, что еще у нас тут? А, ну все, да? Я могу закрывать. Ознакомьтесь с вкладками. Ну, задание пройдено. Отлично. Теперь дальше проходим обучение. Так, фракция, мячку, обучение, обучение. Банкомат. Банкомат. Эдите к банкомату. На карте банкомат отображаются таким-то значком. Через банкомат можно переводить средства другим игрокам. Та-та-та-та-та. И обналичьте деньги. Они пригодятся в следующем задании. Кстати, меня, походу, обокрали. Или я заплатил штраф. Не знаю. На одной из двух. Потому что я встретился с госпожой полицейской и я не говорил очень долгое время. Может быть, она меня решила штрафовать. Хотя она вчера дала мне 25 тысяч. Она же. Ну, судя по внешнему виду. Здесь внешний вид вроде как уникальный. Поэтому наверное это она. Так, давайте снимем 1 доллар. Вообще пофигу сколько снять. Главное чтобы засчитали. Закуп. Сейчас вы посетите магазин одежды. Окей. Пойдем в магазин одежды. Магазин одежды далеко. О, кстати, а где моя Toyota Camry? Она же здесь стояла. Тоже вопросик такой интересный. Может быть она в автосалоне стоит? Или может быть у меня есть гараж тоже? хороший вопрос. А по идее должен быть свой гараж. Вообще конечно было бы очень круто если бы такие штуки сделали в GTA. Сделали по отдельный сервер где ребята хотя бы порезвиться вот как сейчас да? И есть отдельный сервер с роли play. Вот было бы вообще супер. То есть три режима игры. Сюжетка открытый мир со всякими ивентами да? И что еще? И ролевая игра. Так купите что-нибудь я вот кстати как я выгляжу да я хотел показать как я выгляжу вот я купил такой смешной рюкзак со спанч бобом к сожалению здесь больше ничего такого эффектного не нашел очень много грязной какой-то одежды есть кстати говоря здесь даже одежда посвященная каким-нибудь политическим фигурам но к сожалению всего лишь две политические фигуры одна из россии угадайте какая и другая политическая фигура из сша но здесь не угадайте потому что здесь много вариантов может быть да я спрашивал по поводу других но к сожалению их нет так что еще ну да да давай давай приобретем что-нибудь вообще беспонтовое не нужно можно очки купить за 20 долларов это не так принципиально что я снова кнопочку не нажал а нет все нажал все здравствуйте вы не подскажите где мне достать мясо мясо я сегодня первый день нет я второй день сегодня пока не разобрался с мясом принято а что можно было поесть где это можно купить может быть в аптеке таблеток купить понял хорошо спасибо приятного аппетита да всего доброго вот это я советчик обращайтесь за советами кингене лайфплей 5 упаковок а че я так слышу ладно а стоп зачем мне магазин одежды блин все мы мы разобрались с этим заданием еще три задания надо сделать так дальше орудие труда перейдите в магазин универмаг и купите что-нибудь пойдем пойдем универмаг универмаг здесь вообще вот такой уникальный вот такой универмаг в беседке Женя это точно арма ты мне не веришь ты мне не веришь давай я я я вот ждал этого вопроса я ждал я ждал я тебе предупреждал что ты не понимаешь на что ты подписываешься я тебе предупреждал вот смотри это арма видишь она у меня открыта ой нет я сейчас в игру захожу сейчас извиняюсь сейчас 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 оп так давай сворачиваем вот смотри это лаунчер армы да вот запуск все запущено я играю в арму я тебе предупреждал что ты не знаешь на что подписываешься я я тебе говорю что ты ожидаешь что тут будет сейчас вау тут танки будут война будет там стреляют ты там где-нибудь в окопе сидишь нет арма не про это ну как бы может быть есть какие-нибудь такие сервера это уже надо искать и смотреть но в любом случае там все равно не то как ты представишь это не батла то есть даже даже сервера с войнушкой там будут вот такими с закупочными станциями с разными лобби там много будет общения тебе ты там после одного выстрела можешь погибнуть и так далее то есть это ролеплей это ну отличается существенно отличается механика от стандартных Call of Duty и Battlefield если хочется вот реально какой-нибудь шутер то это явно не про арму но это конечно я свое мнение высказываю может быть я не прав опять-таки я же не про игрок и вообще новичок как я уже говорил да в восемнадцатом году я играл на сервере арма ну в другом сервере играл я не помню как он назывался ну примерно все то же самое было единственное что отличалось то что там у меня значит подписчик был и он меня ввел мне помогал он меня привел на поле боя кстати здесь возможно есть такие поле боя просто они не в городе в городе ты если будешь стрелять полицейская придет госпожа полицейская и тебя накажут тебе наручники наденут и отправят куда подальше возможно возможно просто оштрафуют я я не знаю можно проверить кстати но будут санкции так так нужно что-то купить давай купим бинокль уже покупал давай зажигалку купим все приобрел дальше обучение идет у нас приведите вы не ромаг уже запущено откройте и знакомьтесь ну так вот я же пришел пришел же ознакомился разве нет инвентарь ваш инвентарь давай там не знаю фляжку еще купим кстати да фляжка нам нужна кстати еще какая особенность армы это то что да блин сколько можно спама особенность армы инки если ты еще тут подай признаки жизни пожалуйста походу вообще обиделся ну ты же сам заказывал арму я же не придумываю так вот здесь нужно следить за уровнем здоровья за своим голодом и так далее да ранец купи подсказывает мне дерлинг а где же ранец а ранец у меня уже есть и его покупаешь в магазине там написано серьезно ремонтный набор что ли купить давай ремонтный набор куплю или это не то просто здесь нет ранца обучение зайдите в магазин купите а купите рацию купите рацию давай рацию может все покупать короче давай купим канистру лопату кирку топор я правда не знаю можно можно это все унести с собой но я на всякий случай все это дело куплю раз уж такое дело вот она рация точнее это радиопрограммер какой-то а вот это скорее всего рация больше похоже тут тут я мандаринку мою хорошо приятного тебе аппетита с мандаринкой давай спички тоже купим на всякий случай чтобы все было так сделано ага теперь нажимите ctrl p ctrl p и и что вы не хотите настроить дополнительный канал это вот как раз таки наверное во время сражений нужно использовать левый правый перечистоту блин я не знаю как это дело настраивать частоту 150 а блин я опять не читаю 150 давай Жень надо было тебе сказать приятного тебе мандарина поедания да хорошо блин как эту частоту нажим впишите в дисплей а писать нужно все понятно установить частоту игроки выйдут на нее тоже вы сможете общаться с ними частота может ставить любую в заданном частоту можно ставить любую для этого для этого рация диапазон 3512 герц не знаю для чего мне эта рация нужна в данный момент ладно чтобы говорить в рацию нажмите капс а я понял для чего рация это наверное на тот случай если ты хочешь пообщаться с людьми которые далеко от тебя я же всех подряд не слышу я только вблизи слышу вот так что еще там по моему одно задание еще осталось блин придите в магазин умермак откройте его и ознакомьтесь с руководством использования этих предметов блин все еще продолжается это дело служит кирка служит для добычи материалов топор применяется для рубки деревьев даже такое здесь есть я вообще не представляю для чего мне рубка деревьев но видимо особый ресурс приветствую Сережа добро пожаловать на стримчик наш замечательный да ты прям вовремя вот Сережа вот серьезно без подколок без шуток говорю тебе ты сегодня вовремя потому что первый час я пытался настроить игру так паталоискатель понятно для чего применяется для раскопок спички нужны для костра это не ежу понятно нож применяется для открытия консервов освежения животных и освеживания животных и других действий где есть нужда в остром предмете и открывашка применяется для открытия консервов альтернатива открывашки нож сделано еще два задания осталось в обучении машина первая машина да я уже найдите стоп я вспомню почему мне 24 тысячи было потому что я купил тойоту камри а где моя тойота камри пойдем спросим у ребят подскажите пожалуйста я вот купил тойота камри потом вылетел из игры где она теперь стоит а где я вылетел либо ее уже украли а где гараж может быть идем на эту как ее где ты покупал а в автосалоне и там же ее оставил все она значит там и стоит ну там ее не было я был там ух ты таксист появился я вчера заказывал такси никто не приехал ждал где-то полчаса зайди в гараж посмотри о классное удостоверение стрим лагает ой спасибо князев games за поддержку спасибо а что недавно у вас да я недавно у вас так сейчас свернул и вернул блин я ее не знаю что сейчас смотрел гаража если есть а ключи есть от машины а ключи но я просто купил машину и все и потом вылетел ну посмотрите смотрите откройте планшет так открыл вкладочка ключи есть ключи нету нет ключей а ты знаешь как проверять эти ключи да да рассказали а у вас нет гаража а то есть нет техники в гараже вот не узнали а деньги то сняли деньги то сняли окей а может быть не полицейским пожаловаться вот поехали ничего кстати а сколько стоят услуги таксиста таксиста 25 долларов за километр плюс 50 долларов за это ого какие расценки надеюсь потянул поверьте это не да тоже потихоньку а я еще и в рацию в конце говорю как рацию выкачите что что не расслышал тут рация мешает а говорю деньги вот это ну есть деньги да смотрите а можете вызвать окси что я просто мне вызов а да да конечно смотрите есть легко эти карты там вот так 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 это выше так я вижу тут дейч яблоневый сад это не то да так а как отключить рацию чтоб я ее не слышал а то мне мешает рация громкость я только разобрался очень горчал голосовые связки это где-то в настройках игры нет открыл открывай рацию контраст камер подпитки так открыл за розовик менты поехали а громкость восемьдесят стоит все убрано все убрано уменьшите карту вот дорога ищу ищу уменьшить карту чтобы она была вся видна еще вся видна будет не очень хорошо так я я вот открыл открыл карту я себя не вижу вижу DHL вижу заправки банана а мы будем правее и чуть выше DHL дальше я бы не вышел дальше PD и мы там войдем PD ааа вы увеличите уменьшите карту как будет проще да да уменьшил вот вижу First Family участок вижу заправку выше еще выше да ну проверить штрафстоянка наверное да вот штрафстоянку видите да да вот смотрите есть что уменьшаете карту хе-хе-хе да уменьшу вот так и дальше DP1 там гараж видите так нет нет еще не вижу ну дальше идем там индустриальная техника по этой дороге ааа да 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 это DP4 DP1 Вижу ДАЛЬШЕ ЭЩЕ ПО ВЕДИА ДАЛЬШЕ ЭЩЕ ПО ВЕДИАТЬ ДАЛЬШЕ ДАЛЬШЕ ЧУЬЬ ВЫШЕ СКУПЧИК КВАРТСОВАС ТЕКЛА еще дальше есть скупщик да 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 вижу переоформление а я через планшет это все смотрел через вкладочку таки да все я понял вставьте туда меточки на вторых времени автор поставил и заказать все сделал он отлично да не можно можно оставить такси с вами очень безопасно есть потому как нас копники не имеют права трогать для нас не клиент то есть если нас тормозят слышали слышали я общаюсь с копником меня не имеют права убивать там или вообще трогать и если они вам говорят идите из машины вы говорите я не хочу и все и не выходите не выходите из машины и с вами они тоже ничего не делают о это это очень хорошая функция ремка вдруг вам там ремка нужна или вода и еда вы можете написать если по английски говоря вы возьмете shift и английское о выскочит по экстренных вызовов и пишите сообщение там например там две еды и вода и отправляйте и координаты отправляете в такси и мы привозим все это я понял спасибо а если вам нужна ремка или починиться то вы можете просто ну потому что ремки у нас то всегда есть вы можете просто вызвать такси и поставить точку именно там где вы находитесь туда где вы находитесь мы будем видеть что например ковала ковала заказ и мы приезжаем и ремокируем и мне вчера игроки некоторые говорили что вообще здесь таксистов не бывает ну видите может они бывают когда нас не бывает но я вчера где-то в часов шесть заходил и не было да не всегда залетаем потому что стало смотрите я например уже на острове полтора года и как я только сюда начал прилетать там максимально 150 человек на сервере да я ждал очередь это же примерно в то же время что и сейчас я залетаю 47 человек на острове то есть 47 и 150 ну и это понятно что не только там обычные гражданские да так сказать уходят такси ты тоже ну не имеет смысла заходить просто 40 человек я щас катаюсь я вот вас попросил вы же сделать я вот просто нашел вас я постараюсь чем-нибудь помочь услуги таксиста мне нужны не вы просто вы знаете что рассказывать прям как будто жизнь и желая неказистая жизнь бойца таксиста да уж не напрям реально жизнь сидишь такой таксист тебе рассказывает о жизни ну конечно я же понимаю там семью кормить все такое вот так вот вот так вот ребята берег я не понимаю что в чем делать что не так блин ролевуха ну ну что ну классно же класса же роли play такси вот на классной машине катается вообще стоит арендовать эту машину нам 150 или 160 на всю бурю на на всю неделю не на бурю на бурю а что такое буря ну это когда рестарт то есть а когда рестарт следующий по москве в два часа это сегодня то есть завтра два ночи так идите здесь окей привет а я не могу определиться чей стрим смотреть мой мой стримчик смотри конор добро пожаловать на стричь корейка тебе не было как у тебя делишки ну дарлинг выпишешь мне инка жалко а в чем чем я я не пойму в чем проблема если инку не нравится я не я не понимаю в чем проблема он заказывал арму вот она арма если он не понимал что такое арма я тут причем ну как бы ух ты и тут елочка но вообще мне даже нравится здесь играть ну может быть потом разомравится понятное дело может быть я еще разочаруюсь может даже сегодня разочаруюсь но все равно это как-то так необычно ты такой ну с ребятами встречаешься они кто-то своя своя роль и плей ну конечно некоторые прям там ну выходят за рамки ты типа рассказывают как там играют заходят все такое но некоторые прям так вживаются в роль ну вот я когда играл еще тогда давно вот четыре назад там ребята ребята настолько вживились в роли я там еще бегал от полицейских а нажимать да так вы и евгений да да life play а алексей кравчук хочет передать вам дэри в обмен на 1 доллар ага и что это будет до ночь и что хочет подарить машинку выл и фод этой проходили нет я вл и фода это не проходил я не помню у меня есть эта игра или нет но вот в любом случае мне как-то руки не доходить до нее не помню мне нравится рп я отыгрывал много рп я мало играл в рп на самом деле и для меня проблемы все настраивает вот и вообще всех роли плей я знаю только gta которую я не играл и арму без понятия как находить другие игры ну потому что наверняка должны быть какие-то там про средневековье кинтом про фэнтези роли плей должны быть просто как-то надо искать ну понятное дело что не на движке армы на движке скайрима например даже должен быть роли плей какой-нибудь дэрлинг я тебе признателен которому меня жалко инк в чем проблема я не понимаю тебе не нравится стрим тебе не нравится играю я я не понимаю инк просто ну вроде не да не нет так никуда этот чувак делся алло куда он пропал кстати вы слышали да что оказывается нужно ездить на такси чтобы на тебя никто не напал до того что вы едешь из города и гопники могут напасть как он сказал здесь какие-то революционеры еще и на сервере есть пять штучек кстати давайте спросим про революционера кстати я хотел спросить а кто такие революционеры бандиты а это реальные игроки да да все полностью реальны а как вступить в их ряды если вдруг захотеть спасибо большое вот это вот это большая обе 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 вау классно спасибо большое это это в честь нового года до а просто так ну что ж у меня есть лицензия а кстати а как не их перенести в свой гараж куда-нибудь поближе к столице так а я что-то сесть не могу вы сперва открывайте через после идельта уйдет если нажимать на нее вот открыли теперь колесико крутите там естественно получилось так и в это да да только вы когда выходите эту машину не всегда закрывайте вообще всегда а а как тоже так же не так же а то просто угонят и все окей на место водителя нет не знаю но я приобрел лицензию через буковку т окей спасибо это мне в машине надо делать или во время перегрузки вот на машине ты становитесь вот такие нажмите на кафе а да 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 вижу вижу спасибо я покручу рулетку чтобы узнать чей стрим смотреть хоть бы евгений лайфплей хоть бы евгений лайфплей кстати ребятушки поставьте пожалуйста лайк ведь все таки у меня удалось мне удалось настроить игру конор не крути смотри кого смотри я уже удалилась я уже удалилась я уже удалилась я уже удалилась куда сюда заходи там куда-то еще меня везет вон там дальше левая табличка там поставить краску аааа вот а почему их две почему две одна моя наша рабочая а ваша левая ну вот правой просто муски воспользоваться поставить в гараж а я могу их в любом городе открыть если пустые да вы можете в любом городе а если полное то только в том где оставили ну то есть здесь если вы здесь оставили то она прикрепится к ближайшему гаражу ага спасибо большое идемте поедем назад о круто меня еще довезут назад а мне вызывать такси что-то снимает наверное подарок привет привет ролич добро пожаловать на стримчик что что паспорт покажите паспорт покажите так это на п до делается не не колесиком вот есть конечно есть как бы и без паспорта кладил бы а что бывают ух ты спасибо большое за денежку положите 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 сразу в банкомат и с собой не носите вообще ничего так тридцать одну тысячу положить нашли как да да спасибо все поехали а бывают игроки без паспорта понятно все это вам были деньги на такси можете теперь заказывать таксилковалу у кого заказ заказывать таксилковалу можете заказывать ну мне сейчас заказать да да привет так так я вот встретил человека который залетел вот я ну недавно на остров его заставляю выжить сделать сделал ну судьба привела меня к Кириллу посижу у него жаль жаль я шучу что что я не расслышал а вы слышите слышали рад нет нет я же отключил ее ну я просто так коллега с коллегой разговаривал спрашивает есть ли вызовы я говорю что я это нашел человека он делает заставляю делать вызовы и просто с машиной ну что я вас с машиной не выпускаю вы мне вызовы делаете таксисты а что есть еще таксисты да а вы можете кстати посмотреть вы разрешаете вкладочка телефон там будет медики полиция такси а у меня телефона нет ну то есть он есть но я не могу отбрать сообщение позвонить а почему ой я не знаю сейчас еще раз попробую ну посмотрите вкладочка телефона а получается это я наверно обучалку просто не прошел тогда не работал а ну да там кстати да даже если обучение не пройдете то я даже в машине сесть не может а кстати а как третий вид открыв активировать правый enter право вау спасибо большое конор получилось я на 30 минут и к отойду не расслышал а с первого вида да да е мое да ладно так даже лучше ну да ну вот мои коллега на машине постоянно только от первого вида ой это рехач какой-то проехал это я его наверное что-то подрезал все может помощь нужна помощь мы едем на помощь не видно а у меня есть задание найдите авторынок на карте и следуйте к нему странно а я понял это я обучалку еще не завершил получается вот еще на авторынке тогда покупайте камри не покупайте покупайте лучше рено меган почему потому что оно во-первых дорогое там оно стоит 1400 бакс вроде и плюс вместимость багажника там ну вот по ресурсу 250 а в обычных машинах просто 50 то есть на мегане можно это очень можно сказать очень хорошо потому что например если покупать грузовик с вместимостью тоже там 250 или примерно то это выйдет в разы дороже вот это нюансы так и мельковушка ну и вместимость очень хорошо потому что ну был раз ресурс очень хороший который ездил один к одному то есть одна единица ресурса занимала одно место в той ресурсе то на этой мушке очень было вывернуто и быстро и на одной точке этой машины рено меган рено меган вот надо окей сейчас туда заедем инк что тебе не нравится я не понимаю ну серьезно рено меган о спасибо ты еще записал меган 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 показал что какие-то странные звуки были а че говорили я не расслышал там какие-то женские крики были меган тоже слышал как будто кого-то насиловали извините пусть вызывают полицию О, я приехал, да? Да, вот ты, видишь? Так, а второй находится. Большущее спасибо. О, вот такой же ремензар. Ага. Ага, я понял. Здравствуйте. Ага. Еще просит, просит места для меня на парковке. Ну, блин. Блин, почему в жизни так не бывает? Подходишь такой, такой сдружился с чуваком. Там идет такой, ну освободите ему место там. В автобусе. Ладно, я шучу. Так. Так, проследовать яблоневый сад, добыть персики и продать персики. Вот так вот. Отправляйтесь в яблоневый сад, который находится недалеко от Пергоса. От Пергоса. Это город такой. Так. Это моя машина. Подождите, пожалуйста, секунду. Ну, в одну секунду идите. А ты, 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 ты. Не, вон там банкомат. Надо снять деньги, а потом это купить. Ага. Все, я пошел, короче, у меня еще одна. Ага, хорошо, удачи, спасибо. Блин, я действительно забыл деньги снять. Блин, за что же я купил? Я, походу, не купил, а показалось, что купил. Ладно, неважно. Снять. Что образовало автомобиле? Насилует кого-то? Я не знаю, но мне показалось, что там были какие-то женские крики. Может быть, мне казалось. Не знаю. Можно даже как-нибудь гонять туда и узнать. Ой, ну, наконец-то. Наконец-то я на собственной тачке. Рено Меган. Ну, и, кстати, мы будем сейчас мимо проезжать той розовой машины. Может быть, и узнаем, что там творится. Но, имейте в виду, у меня оружия нет. Оружия я не покупаю, потому что нет лицензии на оружие. Она очень дорогая, поэтому нужно зарабатывать денежки. Хоть мне сейчас подарили десяточку, подарили еще Танюш при первой настройке десяточку. И потом еще вчера мне подарили двадцать пять. Все равно этого достаточно мало, потому что я уже вот машину купил. Купил лицензии, купил одежду, снаряжение. И пока еще не до оружия. Если я не ошибаюсь, двадцать тысяч стоит лицензия. А может быть, и все пятьдесят. Ой, полиция. Мне показалось или что-то было? Ой, тут дерево упало. Тут плакатики, кстати. Это вот будут скоро выборы. Мне говорили, что в субботу или в пятницу будут выборы. Вот. Оппозиционный кандидат. Блин, не видно. Сейчас я чуть-чуть отъеду. О, Игорь Полосатов. Справедливость для всех. Вот так вот. А, вот, Инг объясняет, почему ему не нравится. Ну, ему не игра не нравится, а у него какие-то проблемы возникли. Кстати, у меня что-то проблемы какие-то с управлением транспортом. Какие грозные полицейские. Интересно, а что ж тут полагается, если беспредельно. Ну, просто мне интересно узнать. Не на себе, а хотя бы просто пусть объяснят. Может где-то записано. Не знаю. Кстати, яблоневый сад я не проехал. Блин, я проехал яблоневый сад. Кстати, я по стричке чуть-чуть ехал. А, полицейские пофигу, походу. Может, это дорожная бабочка? Ну, не знаю. Ну, кто захочет среди обычных граждан, там, полицейских, пожарников, кто там еще есть, президенты, захочет ночной бабочкой работать. Ну, кто? Серьезно. Это было бы странно. Максимум, что могли бы добавить, мне кажется, это бот. Скорее всего. Так, где-то здесь яблоневый сад. Блин, да я опять его пропустил. Да что ж такое? Вот. Что значит играть в роли-плей? Вроде нет карты перед глазами. Ну, конечно, здесь городок, так себе. В этом районе. Наверное, где-то здесь это дело. Ладно, давай. Ой, я не включил фары. Кстати, да, я не включил фары и... И все равно полиция никак не отреагировала, между прочим. Вот так вот. Ну, может быть, дали мне скидку, что, типа, я новичок. Так, а как же мне выйти? Вот мне... Выйти. Может быть, не заметили там, своими делами занимались. Так, давайте закроем авто. И пойдем за персиками. Найдите на карте яблоневый сад и направляйтесь туда. Ну, я в яблоневом саде. В саду. Хотя нет, мне надо чуть-чуть выше. Ладно, давай я так добиву, потому что я, может быть, здесь и не проеду. Мы и двух часов не стримим. Ну да, 40 минут прошло. Настоящего стрима. Парни. Чтобы начать добывать ресурсы, нажмите Win. Слушай. Арма меня знакомит с новыми кнопками на клавиатуре. Я таких кнопок даже не знаю. Где такая кнопочка Win? Я думала, это та, которая добывает. А, да? Ладно, попробуем. О, действительно добывает. Добывает. Вот так вот. Еще добываем. Еще добываем. Это долго он. Добывает персики. Не забудьте прочитать правила игры на нашем сервере. Да. Я первым делом сделал это. На самом деле нет. Так. А мне говорили, что тут... Ух ты! Я поднялся до первого уровня. Вот так вот. Так. Мне... Мне тот чувак говорил, что... Надо... Как-то на Т класть ресурсы. Инстагр игрока отображается там же, где и обычный. Закройте, нажав И. Так. Инвентарь с ресурсами находится справа. Так вы можете их передать другим игрокам или удалять из инвентаря. Ага. Ну, всего лишь два ямочка на самом деле. Со стороны казалось, что... Огромный мешок, но нет. Чтобы открыть инвентарь техники, вам нужно навести... Так. Кнопочка Т. Ага. Когда заполнится инвентарь персиками, вам нужно их продать. Точка продажа, наконец-то, к югу от Ковалы. На карте подписана овощебаза. Поехали на Ковалу. А Ковала это... Так. Хлеб-завод. Штрафстоянка. Обработка. Но, кстати, вопрос по поводу купленной Тойоты Камри остается открытым. Неужели у меня кто-то ее украл? И мне интересно, а можно мне пожаловаться в полицию? И, типа, они мне помогут, да? Или как? Так. Вставить маркер. Блин, как же будет тяжело туда добираться. Еще вопрос. Как мне включить фонарик? Женя, я пойду, а то я спать хочу и еще завтра вставать в 5 утра. Удачи тебе, Дерлин. Спокойной ночи. Приходи на запись стрима. Надеюсь, оставишь комментик. А лучше два. Да. Спасибо, что был на стримчике. Очень благодарен тебе за активность. Так, а я еду на овощебазу. Кстати, давай фары включим. Это вот как в трак-симулятор. Евротрак-симулятор. Там тоже фары надо включать. Вот здесь хотя бы есть выпадающее меню, где понятно, как фары включать. Я помню, как мы долго сидели и не могли понять, как включать фары. Кстати, розовая машина уехала. Она была вот где-то в этом районе. Ее уже нет. Ой, у меня бензин заканчивается, ребят. Или водичка. По-моему, водичка у меня заканчивается. Мой персонаж хочет пить. Так, давайте откроем инвентарь. Это часики. О, у меня походу... У меня, походу, еды вообще нет. Так. Стоп, 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 стоп. Так, закрыл. А то бы еще украли бы. Так, а что это? Это непонятное здание. Так, пойдем в аптеку. Я чуваку... Меня чувак как раз спрашивал, где купить еды. Ну, теперь следую своему же совету. Иду в аптеку, покупаю еду. Ну, я не знаю просто, где покупать еще еду. Вот здесь есть энергетик. Давай его купим. У меня есть денежка? О, у меня есть денежка. Отлично. Давай 6 штучек купим энергетика. И подкрепимся. Ага. Ага. Все. Достаточно. Энергетик вроде... Вроде жидкость. Вроде должно сойти за водичку. Ну, у него просто мерцает вот эта вот фляга. Мне кажется, что он воды хочет. Показываю здоровью 100%. Жажда 38%. Ты 2 часа портфель собираешь... А, нет. Это он Дерлингу пишет. Так. Здесь, кстати, есть новости. Ух ты! Да ладно! Кто-то купил рекламу, что ли? Просто вчера здесь висел плакат. Это, ну, типа место для рекламы. Ладно. Давай еще глянем. Жажда 38%. Блин, энергетик вообще не помогает. Блин, а где же купить еду, а? Ну, не в казино же мне покупать еду. В Дайвинг Про. Давай в Дайвинге посмотрим. Может, в Дайвинге кто-то будет. А, необходимая лицензия дайвера. Блин! Вооружейный магазин. А, нужна лицензия. Понятно. Вооружейный магазин-то и продукты обычно не покупает. Ладно. Тогда давай откроем карту. Откроем карту и поищем продуктов в магазине. Здесь центральная больница. О, кстати, может мне съездить в центральную больницу? И там меня покормят. Типа, здрасте, я тут голодаю. Больницы-то могут помочь? Я даже не знаю. Ну, а какие еще варианты? Можно в порт. Там работа. Грузоперевозки. А может быть, на овощебазе будет еда? Ладно. Пока еще живой. Давай поедем. Странно, что энергетики здесь не помогают. Так, занять водительское место. По-моему, чуть-чуть начало подвисать. Полицейский. Ой, тут управление еще такое. Сложно. Кстати, я не спросил у игроков, как мне... О, там корабли. Блин, я сам теперь сбил знак. Надеюсь, никто не заметен. Так вот. Я не спросил у игроков, как мне вот эту наизойливую табличку с датой. Брать. Она мешает. Блин, зачем я подвлекся? Это ж тебе не GTA-шечка. Не Форза. Все-все разбежались. Ну, что поделать? Во-первых, я целые полтора часа настраивал игру. Во-вторых, уже поздно. Как я настроил ее? Ну, что поделать? Надеюсь, записи посмотрят ребята. Ну, и, конечно же, конечно же, какой-то вот новый режим. Не все поняли, что это такое. Так, пора открыть карту. Возможно... Возможно, я врезался. Так, все правильно. Я вовремя открыл карту. Мне вот в эту сторону. Можно свернуть направо. И таким образом я доеду до овощей базы. И там продам персики. Все по заданию. Слушай, а я не выполнил главное задание. Надо было мне заполнить авто. Положить. Положить все. Вот так вот надо было. Ладно. Сейчас доедем. Там вообще база уже скоро. Вот она. Выйти. От первого лица проще вообще базу открывать. Ну, и вообще любые таблички. Цены на ресурсы постоянны и редко меняются. Так далее, так далее. Узнать актуальную цену вы сможете в планшете, сенат или в личном кабинете. Так далее. Задание пройдено. Вот так вот. Обучение пройдено. Вы прошли все задания и теперь владеете базовыми навыками для дальнейшей игры. Если вы что-либо забыли, забудете, вы всегда сможете посмотреть в инфопанель. В качестве благодарности за пройденные задания мы вам дарим 1650 RC. RC Remus Credits. Вот так вот придумал. Это редкая валюта, которую невозможно заработать, занимаясь обычным заработком. Она выдается во время различных мероприятий для праздников администрации или же выдается как благодарность за поддержку проекта. Зайдите в личный кабинет и получите RC, который можно отменять на различные бонусы в личном кабинете. Также в личном кабинете вы можете посмотреть полностью весь прогресс вашего аккаунта, перейти в него, нажав на кнопку ниже. Но это, это скорее всего меня сейчас перекинет на какой-нибудь сайт. Ой, а я этого не хочу сейчас сделать. Опять я что-то лишнее показал. Зря я нажал. Ладно. Макси 678, рад тебя видеть. Добро пожаловать на стримчик. Блин, у меня тут какая-то ошибка. Так, Жень, что надо, чтобы тут были боевые действия? Я смотрел видео про арму, там везде военная тематика. Получить литерию на оружие. Чтобы получить литерию на оружие, нужны деньги. Чтобы получить деньги, нужно выполнять задания. Вот я в обучалку прошел. Первый шаг сделан. Приобрел лицензию на машину. На грузовую машину. Вот теперь будет заработок. Кстати, я сейчас важнее, куда важнее, мое состояние. А мое состояние сейчас критическое. Мой персонаж испытывает жажду 34% и 37% голода. Вот так вот. Так, нет предметов для продажи. А я ж не продать хотел, я ж купить. Блин, овощи базы, казалось бы, а купить здесь ничего нельзя. Так, ну, тогда давай я открою карту. Ну, симулятор, как попасть в армию. Нет, это симулятор роли-плей. Здесь, так скажем, боевые действия вторичные. Первично здесь просто отыгрывание ролей определенных. Ты развиваешься до определенного уровня, покупаешь себе лицензию там на полицейского, на какую-нибудь политика, на МЧСника и так далее, и так далее. Здесь много разных профессий. Он может даже таксистом стать. И выполнять, отыгрывать роли через друзьями, если они у тебя тут появятся, и выполнять различные задания. Вот, в общем, прикол. А не в том, что нужно постоянно сражаться, все такое. Если ты хочешь сражаться, это потла. Это Call of Duty. Вот туда надо идти. Там вот боевые действия. Так. Здесь-то, да, не бывает, но это, еще раз повторюсь, это не первичное. Особенно для таких, как я. Особенно для новичков, я имею в виду. А я здесь новичок. Вот, кстати, я называю здесь рядовой Евгений Лейфплей. А при чем, при чем тут Моргенштейн? Я про Моргенштейна вообще ничего не говорю. А, Макси пишет, это симулятор Моргенштерна. Странно. Действительно, при чем здесь Моргенштерн? Ой, так, давай. Видеомагазин дайвинга. Ави, авиамагазин есть. Инк, Инк, авиамагазин есть. Ну, ходили, там пока жилинку на самолете. Не, ну, тут реально летать можно. Да, конечно. Да, тут надо лицензию купить. Ой, туда пилить 12 км. Блин, магазины, просто магазины есть. Автопарк, магазины, 23 км. Ладно, давай 12 км. Поедем в магазин. Ну, просто других вариантов не вижу. Надо ехать. Рассчитываем путь. А когда же путь мне построят? О, МЧСники мне что-то написали. Помощь в пути ожидайте. Всем игрокам. Какая помощь в пути? Кстати, может мне таксиста вызвать, а? Водитель. Блин, это я, конечно, рулил. О, кстати, здесь есть маечка с Обамой. ой, зависло. О, навигатор активировался, да ладно? Да, и мне нужно свернуть игру. Ага, все, вернул игру. Отлично. А можно забрать раненых? Ну, там какие-то боевые действия проходят по ходу. Раненые какие-то. Сейчас глядишь и наткнусь на какой-нибудь. на какое-нибудь событие нежелательное. 104 км. Скорость моего авто. Вот это я разогнался, теперь управление страдает. еще очень долго ехать, между прочим. 290 серьезно? 290 километров мне нужно было пройти? ааа, подожди, это просто это типа внутри игры на самом деле немножко меньше. В несколько раз даже меньше. но тем не менее. но тем не менее. блин, а что же такое с этой игрой? постоянные какие-то траблы. кто захватываться не хочет, кто еще что-то. мы видим игры, я понял. ладно, сейчас что-нибудь другое придумаю. а, блин, вот, вот, когда сейчас, сейчас придумаю что-нибудь еще. может быть, так вот принудительно захватится игрушка. чувствую себя неловко. а что такое? так захватывается он сигналю даже можно нет не захватывается любое полноэкранное нет окей пробуем другой вариант сейчас я все варианты испробую пусть будет так чувствую чувствую себя неловко что заставил тебя в эту игру играть а в ней вон сколько я тебе говорил я тебе говорил что здесь много танцев с бубном конечно а ты мне не верил ты думал что я просто сопротивляюсь я не сопротивляюсь вот вот пожалуйста я играю как ты заказывал я говорил что это большие танцы с бубном да что поделать но как бы самые большие танцы с бубном все-таки пройдены а вот по поводу захвата игры ну это уже другой вопрос это дело такое настраиваемое может чуть позже настроить если будет второй стрим по армии с этой ролевой игрой то я попытаюсь что-нибудь сделать там кстати кто-то стрелял а слушай я понял почему я так еду потому что здесь еще мышкой можно управлять машиной о вот та самая розовая машина все живы сейчас еще нападет так нет уже не забирал так давай еще заново пробую настроить все нормально еще немного осталось кстати почему у меня поворотник горит все отключил можно ой ой мне штраф 3 доллара дали за превышение скорости блин откуда я знал что там камера ну вообще это была картинка на карте смотрю ну ладно ой индустриальная техника по карте если смотреть то 9 минут осталось ехать внутри еврового времени что-то расстояние не уменьшается всем игрокам мчс пишет военное положение ой ой вот ты хотел военное положение да он получай ну там в каком-то городе военное положение сбыт морепродуктов вот военное положение объявлено честер а честер камикадзе объявил военное положение расширение бс но фнаф не не тянет ну да сочувствуем тебе почему не уменьшается расстояние по навигуатору еду ну что поделать мне нужен магазин продуктов я бы мог бы конечно спросить ребят ну решил я самостоятельно поиграть блин 8,6 километров еще да что ж так долго очень долго якобы 7 минут еще ехать в этом городе можно вместо евротрак симулятор играть здесь единственное минус единственный минус что здесь карты ну они не по европе а по вымышленным местам есть вымышленные названия вымышленные локации и так далее 6 км еще ехать тут я разогнался 154 155 яротрак и так не разгонишься да всегда всегда бы ботов чтобы было какое-нибудь движение а то ты сам ездишь игроков-то на сервере всего лишь на все 150 то и меньше вот это конечно меня занесло ой у меня уже темнеет в глазах мне нужна срочная еда 27% осталось 29% голода ой что это за аномалия такая с правой стороны ладно ой ой а здесь что-то опасное красная зона наверное здесь нельзя ездить что-что-что там написано я не увидел плакат вступайте в МЧС набор открыт ух ты может мне МЧС участников стать ой а я не могу от первого от третьего лица что-то серьезное какой-то череп блин куда мне занесло что-то мне здесь вообще не нравится повернуть голову даже не могу убедительная просьба если вы решили подъехать к больнице то ставьте свое транспортное средство не на проезжей части пишет МЧС ой я не туда повернул импульс будет запущен через вызовите медика мы вы уже отправили запрос вы думаете ко мне приедет медик а может быть это из-за того что у меня жажда было хотя с другой стороны а для чего здесь череп и красная зона но я кажется не туда заехал просто не туда куда нужно ну проходить же надо в смысле проходить надо я я вообще то ехал за продуктами в магазин смерть доступна через 9 минут офигеть 9 минут сидеть и ждать когда приедет медик спасите помогите спасите помогите вылечите меня пожалуйста я не знал что нельзя в красную зону у меня есть рация кстати хотя хотя стоп я не понял а почему я вдруг на тойоте камри поехал я наверное случайно купил все-таки тойоте тойоте тойоту камри вместо аренов эх офигенно просто медиков сети 5 ближайший медик более 5 километров если против вас нарушают правила нарушает нарушение в ответ тоже карается баном 6 минут сидеть и ждать вылечит ли меня кто-нибудь или нет или нет или нет ну что что скажешь инг как тебе роли play да я понимаю что ты хотел танков но танки это в танках самолеты это в самолетах war thunder что там еще у нас есть flight simulator и так далее очень много про самолет игр не хочу тебя бежать но ты заказал арму ты бы мог бы открыть канал евгений wave play посмотреть во что я играл раньше ну как проходили стримы по армию если вдруг ты их не нашел ты бы мог мне сказать жень ты же играл раньше в арму скажи мне как они проходили дай мне ссылку я бы тебе дал бы ссылку ты посмотрел бы а вот оно что это же роли play ладно понятно я играл в 17 году или в 16 точно не помню наверное в 16 играл в арму несколько стримов было тоже тоже было роли play по-моему один стрим вообще такой неудачный там что-то настраивал толком ничего не получилось у меня последующие стримы были как раз таки в роли play там у меня конечно был компаньон и он мне помогал вел повсюду подписчик вот мы даже попали на какие-то военные действия но меня там быстро убили здесь очень быстро убиваю один выстрел все и могут посмотреть самый прикольный эпизод был когда я один играл попал на какой-то сервер бегал от полицейских они меня схватили привезли в участок мы там пообщались такое что вы бежали я такой а я всегда бегу вот типа и было весело конечно а они прям там так отыгрывали роль что казалось что они настоящие полицейские будь внимательным при выборе и не принимай штыки мои слова когда я говорю что ты правильно все понял да ну как бы я готов был выполнить заказ и вот как видишь выполнил заказ по стриму ух ты ко мне все-таки едут нет нет ух ты да едет ко мне ближайший медик едет меньше 5 километров но успеет ли большой вопрос вот и собственно что игр очень много в стиме 400 штучек в battle.net ну battle.net а там 3 штучки может быть в гоге сколько игр там около 50 на плойке тоже много игр больше сотни где еще в юплей тоже больше 30 игр где еще в эпикем тоже очень много раздавали игр то есть выбора очень очень много Жень найдешь в ютубе наберет в поисковой строке арма 3 и ты увидишь то что я хотел увидеть там очень много локаций но это тоже арма 3 я в арму 3 играю в роли play если ты хочешь поиграть в войнушку то это лучше в battle идти здесь же смысла нет ну для меня нет смысла потому что я не проигрок ну и если уже на то пошло мог бы предупредить меня ну типа я хочу военный сервер я бы специально для тебя бы провел бы пошел бы на какой-нибудь военный сервер поискал бы поиграл бы ровно час и все и вышел бы что это не очень интересно я серьезно роли play намного интереснее лично мне я думал ты и так поймешь ты же знаешь что я люблю армию военную технику слушай я не могу догадываться я не могу влезть в твою голову и узнаешь чего ты на самом деле хочешь ты сказал арма 3 я выбрал удобный для себя сервер если бы ты сказал я хочу арма 3 на военном сервере с военной техникой с военными действиями и только чтобы это было ну окей ладно хорошо но этого не было сказано не было сказано я пошел по старинке как в 16 году играл в роли play я подсказывал я говорил я говорил надо было на стриме ходить я говорил я на первом же стриме после того как ты мне сказал в дискорде я говорил на стриме вот инк заказал игру арму вот будет арма будет ролевой сервер я говорил ну что поделать макси поздравляю тем более я специально смотрел там есть российская военная техника ну есть и здесь есть кстати на этом сервере тоже есть как-то так в батле кстати тоже есть я не понимаю почему тебе батла не нравится я бы мог бы мог бы в этот поиграть в батлу там кучу техники пожалуйста я на самом деле думал что ты закажешь дкс я даже ее скачал я даже ну я не заходил в нее но я выделил для этого места специально специально я удалил некоторые игры почистил жесткий диск установил думал сейчас закажет дкс и ты мне такой хочу вот эту игрушку с торрентом у сторрента нет потому что я не играю с торрента я играю в то что вот здесь у меня в библиотеках полным полно игр ты мне говоришь ты мне говоришь арму ну ладно арму так арму удаляю дкс устанавливаю арму танюш помоги мне пожалуйста ее настроить и вот так вот все так все происходило так что что поделать где-то в дискорде еще писал что типа я уже знаю какую игру я наверное закажу дкс ну я и услышал когда же возрождение будет доступно наконец-таки возрождение доступно давайте пообщаемся с ребятами сейчас спросим может быть он знает здарова а не подскажешь где магазин продуктов в больнице да спасибо ваше возрождение обошлось тысячу долларов вот так вот произошел импульс кажется ну да или импульс меня покосил ну в общем теперь я буду знать абсолютно точно что в зону военных конфликтов нужно с огромной осторожностью заезжать желательно с собой иметь какую-то технику и оружие и еще что-нибудь подобное ну и вообще лучше всего сначала приноровиться к игре а потом уже заниматься войнушками нет здесь это это не режимы это ну как же тебе объяснить вот смотри есть города в городах порядок все хорошо выезжаешь за город в определенные зоны там военные действия там военные конфликты но там это все происходит наверное с ботами в первую очередь и во вторую очередь с реальными игроками наверное именно так я точно не могу подсказать потому что и в военных конфликтах участвовал наверное ой один или два раза это было тогда еще давно в шестнадцатом году когда я впервые играл в арму вот и меня там очень быстро убили ой у меня одежда поменялась слушай все поменялось блин придется заново все настраивать эх так униформа мне не нужна униформа а это что такое а это почему-то не открывается где твоя машина она скорее всего в гараже или на парковке а может быть я ее вообще потерял так давай спросим у чуваков здравствуйте а подскажите а где продуктовый магазин я не еда да еда ну пойдемте покажу так ладно мучка о хорошо а эй вы сзади подкрался ко мне пойдемте покажу такие добрые а вот снеки спасибо не давайте я вас угощу а потом следующий я нас куплю о угостите хорошо а воду вам надо да желательно спасибо спасибо большое а там в следующий раз да вот таких магазинчиков покупаете приготовленный приготовленный петух так вот так а что тут у нас низкие цены приобрести лотерейный билет не не у меня сейчас не заглянете потому что человек там сможет а окей да тут по очереди надо а почему вы постоянно с биноклем а у меня так просто интересно а понятно посмотрите магазинчик а я понял у меня еще такой вопрос я случайно заехал в зону военных действий и там да ждал медика не приехал а потому что в зоне боевых действий а а там реально воюют да ну да реальный мы ждем пока там снимут это военное положение да и тогда уже летим реальные солдаты да вот там рядом был солдат ну а наши наши там есть ну там а станция против гражданских да там воюют вот понятненько понятненько канистра болеутоляющая давай давай болеутоляющие возьмем купить купить ой я канистру случайно взял запеченный кефаль о хотите я подарю да я потерял вещи но я схожу в магазин спасибо ладно так блин я еще денег потерял сколько давай 5000 снимем представляю себе сцену в реальной жизни давайте я вас угощу вот курицу жареную на пол кину никита андреевич кандидатов много губернатор один слушай он одновременно будет президентом и губернатором а у меня такой вопрос а вот никита андреевич он же президент правильно кандидат кандидат а прошли же выборы губернатора или президента губернатор а а вы за кого голосовать будете да я еще пока не решил а понятно о держите шапочку вау спасибо а я я понял ну я даже не знаю я еще просто не решил за какого кандидата буду голосовать ну просто мне скажут а вдруг будут оппозиционеры какие-нибудь не знаю и забьют еще ну ну ладно просто таких в магазинах нету на свой даже кандидат есть из медиков но я просто раздавали я взял кучу спасибо большое да теперь я красивый ну правда чуть-чуть побаиваюсь теперь ходить по городу да я тут не могу ходить за городом да а там оппозиционеры да нет там и много хорошо говорить ну говорить все умеют а вот делать что он предлагает он вот не знаю там посмотрим если не заберут то посмотрим пенсии поднимет наверное не знаю он обещает что-то зарплату поднять кто работает на машинах дхл доставки еще что-то я много а пенсионный возраст снизит а вот этого там что-то я не видел не знаю а это а дороги дороги обещает сделать а то я там видел знаки сбивают а ну это сбивает это не соблюдение правил дороги ну да ну наверное что-то что-то надо делать с этим камеры ставить побольше да надо гонщикам на это наплевать на камеру я понял а что там с налогами налоги снизит это вот я не видел а будет какое-то еще собрание какая-нибудь конференция да в субботу будет дебаты о классно а во сколько во сколько дебаты ух ты здесь еще пресса есть ну да 7 news ух ты классно классно а есть это дождь давно жаль жаль ладно понятно но в общем здесь несколько сми правда правильно несколько представителей прессы ну 7 news и еще кто-то метал толку 7 news окей окей кости фетисов о арма 3 а че не дейс ну потому что в армию арму заказали во-первых а во-вторых арма 3 более настраиваема здесь вот есть такой замечательный я не понял во-первых я испытывал жажду и голод а во-вторых ну что-то произошло какой-то взрыв или что-то такое возможно она осталась там где-то а что за машина была а тойота камри посмотрите по ключам она у вас есть там ключи мне на самом деле ее вроде а нет не подарили я купил ее да у нас против планшета там ключи есть да есть есть а есть значит живая начнет взорвать но она в 12 километрах но она там где удалось подстрелить а что делать чтобы там не подстрелили мне какое-то снаряжение нужно какое бронежилет нет бронежилет запрещено это делегал менты посадят да 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 это мужик группировки если они официальные гражданский бронежилет нельзя носить ну это как-то нечестно бронежилет кому плохо то сделаю хорошо я вчера кстати одну встретил госпожу полицейскую да 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 кстати мне сказали что в городе есть памятник пушкину ленину ленину но там нет ленина а там вот возле елки там память от ленина есть ну мне так сказали но я подошел поближе разглядел там какой-то другой чувак шнеговик нет нет наверное какой-то американский там а ну не знаю наврали знасят ливен тут нет ливен ну как учиться ну в интернатуру поступаете а я как-то курсы проходил ну там конечно жестко такие такие знания получаю прям страшно жить да нет не страшно ну столько болезней все такое кстати а прививки здесь делают где сделать прививочку от чего от всего можно сделать прививочку от всех вирусов у нас таких нет вообще ну ладно от ковида можно сделать прививочку а если был бы тот ковид то бы сделали ух ты да ладно ковида нету то-то я и думаю что все без масок ходят ладно а там от гриппа ну от гриппа так молотова жалуются не болеют не приходят но я так на всякий случай больше болеют от заражения свинца оу а значит надо это от столбняка прививочку можно мне сделать прививочку пожалуйста сейчас прививочку сделает здравствуйте мне прививочку от столбняка можно что что какой лопату нет не лопатой шприцом пойдемте в кабинет окей это не больно смотря какой у вас болевой порог если он у вас вселенный то немножко больно будет проходить сюда да да Виктор сейчас я подожди топор принесу ты пока заводила как какой топор вы чего поднимайся палец у вас же там все гигиенично гигиенично да мне кажется эти медики хотят меня убить вот это я нарвался хорошо ой 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 ну что смысл не сбежал вы прививочку делаете или что смысл нет я я тогда отказываюсь я тогда отказываюсь ну да ну ставьте так стоя стоя ставьте какие штаны ну да ну это в лопатку же да не не лопаткой а в лопатку ладно все пошутили пойдемте перевивочку сделаем ага а вдруг в другом кабинете оказывается конечно а что думаете приближать будете прививку ходя делать ну ты туда константин тихомиров здорово а это мрт да это мрт присажив ого да извиняюсь все присели футболочку можете немножко приспустить рукав скажем так а как взять ручку правую закатать левую рука не знаю не получается рука нет я не знаю как не знаю как это сделать как я пришел как вы шапку одели мне дали ее а я понял понял сейчас минуточку как думаешь там понадобится или что ну а 30 скорее всего да чего а нормально нормально прииск от кабника будет хихихи ну так что вы делаете что-то долгая процедура ну вы думали быстро что ли конечно пока иголку натручим протяните руку пожалуйста вот вот отлично отлично сейчас жгутик что-то они видят посчитайте три прививочка сделано можете вставать о спасибо если будут противопоказания ближайшие 3-4 дня можете обратиться к любому сотруднику мчс скорой помощи либо полиция полиция доставит вас сюда и мы вам поможем в случае температуры каждое зудопоносо всего доброго спасибо большое да не дрищите кстати забыл спросить а стоматолог здесь есть стоматолог да да есть но в дневное время а в дневное ладно так ну все прививочка есть теперь можно заняться делами ура мне сделали прививку ребят да отлично так вы это сейчас не бегаете пожалуйста идите оденьте маску у вас иммунитет ослаблен вы себя поберегите хорошо но я могу вообще выехать из города если надо да у меня маску вы мне маску выдадут да да уж ну что там с масочкой что-то очень шумно маска тогда? нет все не, не получается взять нет маски тут очень чисто тут стерильное помещение отлично ага, спасибо я кое-что делал о, а что это? мертвый? отойдите пожалуйста пострадавшим окей окей он обезвожен просто а он с поля боя, да? да, не знаю каким поля боя не, он стоял вот так вот, он будет с вами если упить не будет это очень плохой пример вот вам водички сразу попить ой, спасибо большое вот так вот спасибо ой, а кто это? кто это? это бандиты бандиты? ага боже здравствуйте здравствуйте товарищ, можете выйти вы тоже далеко не уходите я? вот мой жетончик замначальника идики инкаре планируется штраф это первое о, здравствуйте нарушение правил дорожного движения в тёмное время суток с выключенными фарами могли бы документики показать с выключенными фарами видите? да? все время с фарами если вам что-то не нравится можете обратиться в прокуратуру документики можно ваши увидеть? я вам сказал то, что он анкриминируется и почему подожди ну, выписывай штраф хорошо ну, документики покажите мне, пожалуйста кому я вам выписываю мы вас проверим по базе данных сначала нифига себе тут происходит на автомобиле так как я нахожусь за рулем еще раз по моему руру автомобиля выписываете что? нет? нет, оно не так работает выписывается лишний лишний штраф короче, ребят пакуйте его ну, товарищ документы можно? пока мы не начали применять силу ну, вы остановились я вышел с машины говорю здравствуйте, товарищ выйдите, пожалуйста из машины я приехал по другой ситуации я хочу перекрасить и вышел потом перекраситься это не даете сделать так я обнаружил нарушение и присякаю его в данный момент чего? вот так вот так ну, так оно работает поверьте ну, можете обратиться в прокуратуру и где? можете мне уходить пожалуйста парень кричины как я должен видеть вот это ого что тут происходит что тут происходит требования не выдвигали не, ну что ты сейчас начинаешь а? пожалуйста, гражданин покажите паспорт мы же нормально с вами общаемся ну штраф вам надо будет выписать на что имя я должен выписывать может быть машина не на вас формена я как должен проверить документы ну, если я за рулем я значит это мой автомобиль если я могу открывать а может быть вы вот по по договоренности по договоренности ничего не знаю документы покажите ну, зачем они вам? документы это мои документы парень тоже документы покажите пожалуйста вам тоже инкриминируется движение в темное время суток с выключенными фарами если я вам покажу документы то опять все встанет да 10,29 10,38 0,38 а я тоже с выключенными фарами езду можно мы машину улучшим но едем сюда мы не нарушаем ничего 10,38 0,38 238 0,38 какие ребята а доктор можно вас задерживать я не доктор так товарищ кстати я прививку сделал давайте сделайте им прививки как мне взаимодействовать да сделай им прививку поверните пожалуйста а он вот этим чувачкам бандитом штраф да 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 извините ау про брэди мне да да можете и перекрасить товарищ документы скажите ну я общаюсь с медиком так вы просто да просто убежали от нас и начали общаться ну вы начали общаться с моим коллегам вот общайтесь пожалуйста и я сейчас в данный момент в общем товарищи вы задержаны вы имеете право хранить молчание все что вы скажете может и будет свольно против вас судей а также имеете право на государственные адвокаты которые могут присутствовать при вашем допросе вот мы же тот человек замначальника FBA я не хочу даже с тобой общаться вот это конечно не ну я я однажды попадал конечно да а че она такая простая казалась я думал обезвоживание там неправильно как она называется суровые полицейские суровые полицейские не это я говорю бандиты бандиты всего лишь навсего без фар ехали че че не а как называется это ща скажу быстро в вертушку сядьте воздушный техник больше полиц причащенный вы не могли просто приехать хотя бы даже не в нелегальном снаряжении быстро в вертушку извините извините пожалуйста можно вопрос отвлеченный я не отрицаю я же сделал прививку от столбняка здесь в игре и предложил сделать можно узнать а что будет с тем чуваком он будет там сидеть а можно спросить что происходит с теми кто попадает в полицию теперь мы узнаем а надолго ну смотря какое преступление уже решено ну вот без фар ехал чувак без фар это штраф а если убийство убийство я не знаю у них там всю эту тему может от 60 до 120 месяцев а тут суда не будет тут без суда и следствия ого да вот так вот константин без суда и следствия а адвокаты здесь реальные адвокаты есть да можно улучшить машина не знаю пойдемте у нее спросим не фига стоп медики лечат машины нет улучшают улучшают ну да туда gps tracker поставить ремни безопасности против перебивку типа в двух вузах учились что ли закися нет это у нас он техник а техник надо да и на вторую пожалуйста тоже подождите граждане вы меня смущаете отойдите извините извините а что будет если я сяду в чужую машину вас найдут и закопают правда правда некуда да ты смотри у каждого лопата ты видишь просто интересно да вижу у меня тоже была лопата пока не потерял ее а то у нас решает выдача вертолет да вот эта машина да 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 исцелили исцелим наш остров вместе опыт есть николай сергеевич а то вертушку взять хотел и взять их да да его сейчас нету а вы не будете ехать военные действия на территорию военных действий а вам туда все пока ездило ну я просто хотел за компанию с кем-нибудь поехать нет нет вам туда пока нельзя но я так в машине посидел бы нет у вас с левой стороны время тикает нет не тикает у меня же навигатор нет 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 на ну не надо вам пока где вот это только Lemon ладно пойду я тогда на свою парковочку мастера на все руки ну да это удивительно что нет механиков и по сути врачи здесь врачи как для людей и так для машины ну тут у нас происходит ну почему у меня паспорт не зеленый блин зеленый паспорт тебя бы не было да кого? тебе только фармить и фармить ты чё? ты закасатка ты же по факту кипос ага не ну это по факту по факту не ну по факту ты кто скажи по факту по факту ну петлямов на руках держал ебать оху причем вообще не фарм что он делает так давай вернем одежду какую-нибудь какую-нибудь одежду ну пусть будет я не помню какая у меня до этого была одежда ну в принципе можно а это поношенная ну пусть будет такая я могу купить лицензию на оружие например я не помню сколько стоит это дело а лицензия на оружие 20 тысяч стоит я в принципе могу купить лицензию на оружие давай попробуем купить а хотя может быть и не хватит лицензия на оружие лицензия домовладельца лицензия пилота ну теперь у меня очень мало денежек что случилось нет нет я просто смотрю документ можно видеть ваш документ ага спасибо большое куда цель держите а просто гуляю понял вас не буду вам мешать всего хорошего спасибо спасибо очень добрые классно добрые полицейские друзья о что а кто сказал кто там кому ворот закрыли это не я а че сейчас будут разборки 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 да благо вот объяснишь какая-то как серёга позви подождите да не смотри что слава одним средством нелегальных подснаржения вооружения транспортных средств позови подождите так он их называл очень хорошие замечания хранения ого задержи задержи его октави у меня есть это видео доказательства задержи его он вас обзывал я оттягиваю держи он меня бил только что задержи Слышите, скажите, меня касатку ударило, можете принять все заявление? Он меня избивал, нахуй. Да, скажите. Расскажите, я вам скину, Октавия, я тебе скину. Я вам скину видео, машины, как вы меня убьёте. Да. А ты расскажешь это, что ты там говорил? Чё я понял? Октавия, Октавия, я тебе говорю, повяжи. Я сейчас как-то можете сравнивать, если... Товарищ полицейский. Скажем, в основном средняя богатство, во-первых, по имени. Он меня избивал. Он меня избивал. Если я предоставлю виде пистолета, я видю пистолета, пойдите с тобой. Алло, задержите вот этого в чёрном шапке. Я вам скину, как он вас обзывает. Я скину, как он бил пистолетом с пистолета. Да, я знаю, что я бью вас. Я знаю, что я вас бью. Да он признал. Вот этого я бью, понимаешь? Вот этого вот тебя я бью, потому что... Ладно, пойду я. Да, я не ходил. А ты не жди, ты давай садись. Так, я сейчас вызову таксишку. Вызвать такси. Вдруг приедет. Здравствуйте, я вызывал. Здравствуй, да, я вызывал. Вот я. А куда ехать вам? В порт. Вы здесь вставали в порт? Да, я хочу на работу устроиться. В порту? Да. Ну, пошли. Классно, это тот же самый таксист. Вы недавно жаловались? Да, я недавно. А сколько? Сейчас я подъеду. Сейчас я подъеду. Вроде вы меня подвозили до этого. До кого? Меня. Ну, а до чего он подвозил? Да, машин. Вы мне подарили две машины. А потом я... Потом я заехал в зону боевых действий случайно. Навигатор меня привел туда. И я, в общем, умер. Так, сидите здесь. Сейчас я подъеду. Я бензин кончил? Сейчас, секунду. Хорошо, хорошо. А подхожу, чтобы безопасно сидеть. Да, да, да. Вот так вот. Не узнал меня. Да, да. Здрасте. Это мод Карми, это модифицированный сервер, но не совсем мод, но тут есть мод, то есть это сервер отдельный, ролеплей. На этом? А как? Не туда селся, все, не пойдет еще. А почему на этом едем? Дам меня в бензинку на работе сядут. Классная штука. Жаль, что самокатов нет. Да, но она очень прочная. Например, она может сделать вот так вот. Нам хоть бы что. А я смотрю, порт был гораздо ближе, чем я думал. Вообще, до порта все близко. Ладно, спасибо. Да, не за что. Если что, вызываю. Хорошо. Ну, счастливо. Счастливо. Так, где-то здесь была работа. На бензин денег не хватило. Ну, это просто надо идти, ему заправляться. А тут, знаешь, это долгая история, в общем. С заправками. Вообще, мне таксист сказал, что ему будет 20 заказов в месяц, а люди перестали заказывать такси в последнее время, как я понял. Ну, вот я ему сегодня сделал уже 3 заказа. За день. Так, я не очень понимаю, как мне здесь активировать задание. Давай-ка еще разок заработок. Эта работенка находится, она в порту, в Пиргасе. Работа заключается в том, чтобы носить ящики с точки А в точку Б. За каждый принесенный ящик вы получаете некоторую сумму. Где же ящики? Где же это все находится? Отличная шапка новогодняя. Спасибо, Рекорд 10.80. А добро пожаловать на стримчик, хотя я уже буду заканчивать. Я что-то как-то и не уследил за временем, уже больше 12 часов. Да. Доброй тебе ночи, Рекорд. Так, ну где же эти коробочки-то можно активировать? Ну, не коробочки активировать, а работенку-то активировать. Как? Забыл я спросить у чувака, как это дело активируется. И в итоге хожу, тут брожу. А, может быть эти коробочки? Нет. Считание не активируется. Чуть-чуть код снова меня. Алья, что-то. А здесь даже ничего. Вроде все по инструкции делаю. А, нет, не совсем по инструкции. Хорошо. Надо в эту сторону подойти. Взять ящик. Он что-то медленно доходит. А куда мне его перенести нужно? О-о-о. Я, кажется, понял. Это под навесом. Интересно, сколько мне за это заплатят? Десять долларов пятьдесят? Сколько? Десять долларов. Десять долларов. Десять долларов. Чё-то как-то эта работенка много денег не принесет, я чувствую. Ну что ж, я буду завершать стримчик на этом. Вроде неплохо так поиграл. Конечно, первое время было тяжело в плане настроек. Не совсем было понятно, как настроить. Все такое сбилось. Но ничего страшного. Этот момент можно даже вырезать. Спасибо всем, кто был на стримчике. Спасибо за активность. Особенно Дерлингу, Константину. Кто этот еще у нас был из активных? Инг был сегодня активным. Обязательно оставляйте комментарии. Ставьте лайк, конечно же. Ставьте. Встретимся на Apex Legends. Это следующий стримчик. Ну а в арму, возможно, я еще буду играть. Возможно. По крайней мере, такое желание возникает. Всем желаю удачи. До новых встреч. Спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...